Привет-привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Татьяна Климова, и это видео «Спросите у Татьяны», где я говорю о самых интересных аспектах русской грамматики и лексики. И сегодня я начинаю маленькую серию видео, когда мы будем говорить о двух словах, и это будут слова очень-очень похожие, почти идентичные, но они значат разные вещи. И это специальная серия, потому что одно слово будет единственное число, то есть что-то одно, одна вещь, и другое слово будет множественное число, то есть две или больше. И эти два слова значат немного разные вещи. И сегодня у нас два слова – выбор и выборы. Выбор и выборы. Вы видите, что они почти идентичны, но выбор – это один, и выборы – это много. И какая разница, когда мы говорим выбор, когда мы говорим выборы. Выбор у нас есть два, две ситуации. Номер один – выбор – это ассортимент. Ассортимент, когда у нас много вещей, из которых мы можем выбрать. Ну, например, в магазине всегда большой выбор фруктов и овощей. Выбор фруктов и овощей – ассортимент. А в этом книжном магазине широкий выбор, широкий значит большой, широкий выбор книг на русском языке, широкий выбор книг на русском языке. Номер один. И номер два – выбор – это также значит, что я решила, что я решил сделать, то есть, что я хотела, хотел сделать в жизни. Например, у вас друг, например, адвокат. И вы можете спросить, это твои родители хотели, чтобы ты стал адвокатом? И он может сказать, нет, это был мой выбор. Это был мой выбор. То есть, я так решил, в этом моменте моей жизни я хотел так сделать. Это мой выбор. Или, например, вы в магазине, вы хотите купить цветы, и есть розы, есть тюльпаны, есть хризантемы, и вы не знаете, не знаете, не знаете, и ваша подруга может сказать, ну что, твой выбор. Давай, выбор. Какой твой выбор? Обычно мы говорим выбирай, но также можно сказать, ну, какой будет твой выбор? Более официальная такая фраза. То есть, выбор, если один, это либо ассортимент, либо вещь, которую мы сделали. Выбор. У нас было много вариантов, и мы взяли эту вещь. Это наш выбор. И выборы. Выборы, когда это они, множественное. Выборы, это политический процесс, когда люди говорят, кто будет их президент, кто будет их премьер-министр, президент, канцлер и так далее. Это выборы. Когда мы идём в специальное место, и там есть документ, и мы говорим наш выбор, какой наш выбор. И почему выборы? Может быть, потому что очень много этих пунктов, этих мест, где мы делаем наш выбор, то есть выборы. В этом году, например, в этом году в нашей стране президентские выборы. Теперь вы понимаете, выбор это ассортимент или что мы делаем, когда у нас есть этот ассортимент вариантов. И выборы. Это политический процесс, когда мы говорим, кто будет президентом, депутатом и так далее. Это понятно. Я надеюсь, дорогие друзья. Спасибо, что смотрите мой канал. Ставьте лайк. Подписывайтесь. Очень важно для меня, конечно. И смотрите у меня на сайте упражнения на перевод, транскрипции и, конечно, мой любимый клуб «Русская дача», где вы получаете подкасты и транскрипции каждые пять дней. До скорого! Пока-пока!